В эфире информационно-правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Очередные жертвы угарного газа. Взрыв отопительного котла в частном доме. На улице Крестьянской в Гомеле строительный навес упал на голову девушки. Задержаны продавцы МАКа. Их клиентами были более 150 жителей областного центра. Очередная трагедия, связанная с отравлением угарным газом, произошла в минувшее воскресенье, на этот раз уже в нашей области. Напомним, что две предыдущие, вызвавшие большой общественный резонанс и активизировавшие работу по всей стране соответствующих эксплуатационных и контролирующих служб, имели место в Борисове и Слуцке. В Рогачёвском районе, в деревне Заболотье, престарелые супруги в воскресенье ушли помыться в собственную баню. Но домой так и не вернулись. Родственники нашли их бездыханные тела внутри помещения. Когда сын обнаружил, что они моются дольше обычного, он решил проверить, всё ли у них в порядке. Когда мужчина зашёл в строение, он обнаружил тела своих родителей без признаков жизни. Обнаруженные тела без видимых признаков насильственной смерти направлены для проведения экспертизы. Предварительная причина – отравление окисью углерода, то есть угарным газом. Опасность его заключается в том, что это очень коварный газ. Он не имеет запаха, вкуса. Человек не может определить, что он находится в опасных условиях. В связи с этим у него не возникают тревоги, что происходит дыхание каких-то токсических веществ. При вдыхании угарного газа происходит соединение угарного газа с гемоглобином, и гемоглобин крови перестаёт переносить кислород к ордоганам и тканям. В результате этого замещения человек сначала испытывает головные боли, как правило, поясывающего характера в висках, в области лба. Затем наступает тошнота, рвота и потеря сознания. Контролирующие службы проводят обход и проверку домовладений. Причиной появления невидимого убийцы в вашем доме могут послужить нарушения монтажа и режимов функционирования систем дымоудаления и вентиляции помещений. Помимо засорения вентканалов и дымоходов различным мусором, гнёздами птиц, трупами домашних животных, проблемы, как утверждают специалисты, могут скрываться и в установке пластиковых окон. Их излишняя герметичность нарушает работу систем, и поэтому необходимо периодически проветривать помещение. Многие жильцы не стали дожидаться прихода специалистов и сами подали заявку на проверку и ремонт отопительного оборудования. В настоящее время в связи со случаем в городе Борисове, когда люди отравились угарным газом, в разы увеличился объём работ. В основном люди обращаются за заменой дымоотводящих патрубков, потому что зачастую установку или же по незнанию, или же ставят воздуховоды, что в свою очередь опасно. И поэтому в последнее время очень много обращений, помимо плановых проверок, в день по 20-30 заявок сверх идёт. И выходим, выезжаем, производим замену, производим замеры приборами. Есть аккредитованная лаборатория, обученный персонал. То есть работаем в напряжённом режиме. Ещё одно происшествие едва не обернулось трагедии в соседнем Жлобинском районе. Во втором Малевичском переулке райцентра прогремел взрыв. Женщина с термическими ожогами доставлена в больницу. 6 февраля в 11.45 жлобинские спасатели получили сообщение о взрыве отопительного котла в частном жилом доме. По прибытии на место в помещении кухни из разорванного котла шёл пар. Дом не пострадал. 53-летняя хозяйка с ожогами паром ног второй-третьей степени была направлена в отделение реанимации районной больницы. Причиной таких взрывов является нарушение циркуляции теплоносителя в системе котла, в системе отопления. Причиной таких нарушений является механическое повреждение, возможно, перекрытие кранов, либо банальное перемерзание воды, которая является теплоносителем. В результате нарушения циркуляции теплоносителя в системе котла происходит резкое повышение температуры и давления с разрывом контура. МЧС рекомендует гражданам при использовании подобного оборудования контролировать показания термометра и манометра и в случае быстрого роста температуры и давления или превышения обычных рабочих показателей прекратить использование прибора и вызвать специалистов для устранения неисправности. На улице Крестьянской в Гомеле строительный навес свалился девушке прямо на голову. 7 февраля около 16.00 в центре Гомеля на девушку обвалились ограждения, сбив её с ног. Она вместе со своим парнем проходила мимо жилого дома по улице Крестьянской, где ремонтируют фасад. В тот момент, когда молодые люди шли по огороженному проходу, конструкция обвалилась. Парня не зацепила, а вот девушку не только сбила с ног, но и выбросила на проезжую часть. Лишь по счастливой случайности она не попала под колёса автомобиля. На данный момент строительная компания уже привела в порядок ограждения, сообщает информационный портал Тутбай. 2 февраля в интернете появился ролик, где запечатлён мор рыбы на Платном озере. В самом видео указано, что съёмки происходили на территории Сосновоборского водохранилища. Водохранилище принадлежит Светлогорскому унитарному предприятию миллиаративных систем, сообщает информационный портал Лавсанбай. Чуть позже эту информацию подтвердили и специалисты. По данным пресс-службы, госинспекции охраны животного и растительного мира погибло не менее 800 особей платвы и несколько сотен других видов рыб. По данному факту проводится проверка. Оперативники Управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми ОВД Гомельского облсполкома в ходе проводимых мероприятий пресекли работы точки по продаже мака. Она находилась в Гомеле по улице Красноармейской. Свою деятельность по продаже мака женщины вели посредством мобильных телефонов и продавали только наркозависимым лицам, которых знали в лицо. При поступлении заказа, выясняя количество необходимого мака и соблюдая конспирацию, назначали различные места встреч. При проведении оперативных мероприятий были установлены гражданки 1977 и 1962 года рождения. Их вычислили по номерам мобильных телефонов. Также были установлены лица, приобретавшие семена мака у вышеуказанных гражданок. Все подростки являлись наркозависимыми и приобретали мак с целью изготовления наркотического средства опия. В дальнейшем оперативники вышли и на поставщика семян мака в городе Гомеле и вышеуказанным гражданкам. Ей оказалась жительница областного центра 1977 года рождения. По сути, она руководила сбытом. К слову, еще в 2010 году женщина трижды привлекалась к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией семян мака. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий три подозреваемые были задержаны с поличным, установлены места хранения семян мака и механизм реализации мака наркозависимым. Всего таких покупателей оказалось более 150 человек. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье 328 часть 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Из незаконного оборота изъято около 30 килограммов семян мака. Мак представляет собой опасность с той стороны, что помимо самих семян мака, в нем содержится еще опасное наркотическое средство маковая солома, из которой получают различные наркотические средства, психотропные вещества. В Добружском районе задержан гражданин Российской Федерации, который имел при себе оружие. За незаконную охоту мужчина привлечен к ответственности. К слову, инцидент зарегистрирован в зоне радиоактивного загрязнения. Во время обычного инспектирования лесного массива природоохранники встретились с человеком на снегоходе. Это было в двух километрах от государственной границы. При проверке документов выяснилось, что мужчина – гражданин Российской Федерации. В зоне загрязнения находился без соответствующего разрешения. При нем обнаружены охотничье ружье и боеприпасы. А вот документы на них отсутствовали. Также не было официального разрешения на охоту ни российского, ни белорусского образца. 50-летнего мужчину временно задержали и доставили в Добружский райотдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Вероятнее всего, нарушителя ждет ограничение свободы, а также конфискация оружия и транспортного средства. Данный гражданин пояснял, что заблудился, несмотря на то расстояние, где он был задержан. Объяснения были одни – я заблудился. В отношении его возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова